Всем привет, друзья! С вами Крамер, я продолжаю проехать в мод Двойники и Разлом Времени. Это 20 выпуск по моду, и я тут чё-то прям, какая-то мокруха у нас вот началась на кордоне. Надо защитить деревню новичков. Тихо ты, капитан Прайс, не двигайся, ты кто такой? Иди сюда! Сейчас всех повалим. Иж тут пришли мне тут. Всё, зачистили народ, да? Неожиданно, прям начало для меня такое было. Иж прибежали тут. Это что, доширак? А, не, плавленый сырок. А, плавленый сырок, друзья. Вот в моде приключения ЖК. О, это очень полезная вещь была. Да, чувак, нас так просто не возьмёшь. Что там ещё? Ходят ребятки. Нам нужно следить за сталкерами, потому что тут некоторые ребята очень такие любопытные. Ну, как бы не любопытные. Короче, они идут захватывать блокпост. Нам нужно им помогать. Но я думаю, это не особо критично. Помочь, не помочь. Можно и не помочь, и можно и помочь. Погнали к Сидоровичу сначала. К Волку я пока что не пойду. Попозже к ним сходим. У меня другое задание. Эх ты, вы чё, красный ты, какого хрена? Ну, их что-то расселись. Стволом тычет на меня. Да, вы чё, охерели? Вы чё, мразь, сделаете, э? Вы чё, твари? Ну, и меня убили. Друзья, по крайней мере, их теперь двое стало, да? Отлично. Ну что, козлина такая. Давай, поговорим с тобой. У тебя чё тут такие охран... Ты чё, вообще охренел? Да ё-моё, вы чё, ребят? У меня деньги просто сойдут. Ха-ха, ну ладно. Ой, смотрите-ка, кто к нам приплывел. Не ждал, не ждал живым-то увидеть. Что так? Не ожидал-то. Ммм, да больно крут, да резок по нынешним временам для зоны. Она таких и... Она таких из резких резко делает нарезку. Молодец, сказал. Слышь, Сидор, ты своей философии... Ммм, доморощенный. Новичков подчуй. Их вон тут опять перевалило. Дела есть какие. А, так ты за старое доброе принёшься. Уважаю. Вот так бы сразу. Есть, конечно. Для опытного наёмника самое оно. Да и плачу хорошо. Вот так бы сразу. Вот так бы сразу. Завадил, понимаешь. Твоими фразами уже ползоны разговаривает. Старый ты греч. Да и ух ты, ё-моё. Дельца такой наёмник. Как бы это сказать? Секретный, что ли? В общем, ни один человек, кроме нас с тобой, не должен знать о нём. А то, я, знаешь, терплю все ваши сталкерские шалости. Но до той поры, пока дело серьёзным бабом не пахнет. А на остальное мне вообще плевать. Подкалывайте старого Сидора, как хотите. Так вот, несли мне тут люди, документы, какой-то серьёзные люди. Заметь, не абы кто, а бойцы той самой полумифической группировки Монолит. Ну, сейчас чем пахнет. Никто, я говорю, ещё никто из нашего брата, торговца, их живым не встречал. А тут Сидор аж чуть не мурлыкал от самодовольства. А тут, понимаешь ли, ко мне их представители должны пожаловать. И тут Сидор помрачнел. И вот тут такая хрень, хреновина переключилась шрам. Слушай меня внимательно, сроки все прошли, и никто ко мне так и не пришёл. А что самое паршивое, здесь на кордоне, прикинь, видели несколько мёртвых Монолитусов. Ты понял? Монолит на кордоне, я понял, чувак. Мы видели Монолитовцы на кордоне. Это ж ни в какие, твою мать, колотить ворота, наёмник. Так вот что, ты найди мне их тела и обыщи. Ежели что, найдёшь по этой теме, заплачу по самому высокому тарифу. Гадом буду. Так что? Ну договорились, мужик. Если ты меня не кинешь, козлина, как твои наёмники. Да уж заждались тебя, чеши. Да главного, быстро. Это мне сталкеры говорят. А у этого опять, что, как, чувак. Ну ты и да. Ползон разговаривает. Так, народ, момент. Ух ты, ёлки-палки. Нас тут атакуют. Да вы вообще твари, мрази. Что вы померли? Вы просто вот, я не знаю. Ну и что такие? Вот так вот. Будешь знать. Тут себя реально бесит. При входе. При входе они берут у нас 4 косаря. И при выходе 4 косаря берут. Но это ни в какие рамки вот реально уже не лезет. Сидра, это просто, это... Это бич, бич, полный бич. Такого я не видел очень разу. Ладно, ты обдираешься и надерешься, но вот так это уже, мужик, перебор какой-то, по-моему. Где еще тут один? А то нам прилетит задание. Вновь помочь. Вот, нехрен лезть. Вы-то куда? Деревня новичков, друзья. Ладно, я пока что немного почищу, потому что это беда. Друзья, зачистил я блокпост. Вроде так уже все чисто. Единственное, что они вот тут опять отспаунились. Но это ладно. Погнали проверим переход на болото. Если он тут вообще нет, то что тут находится? Ага, вон монолитовец один уже. Это отлично. Нам нужно найти сколько. Сколько найдем? Сидрич нам сказал найти. Плюс еще по проекту Псикулак нам нужно найти. Ну, вы поняли, что мы не пройдем. Погнали уже тогда монолитовца. Посмотрим, какие у него тут документы. Ага, в непроявленной зоне обнаружены два инфополе из пропавшего отряда монолита. Вот так вот, друзья, все работает. Отлично. Что тут? Какие документы проекта Псикулак номер один? Друзья, номер один. Отлично. Интересно, Сидрич их просил, а не их? Я не знаю. Это нужно будет сейчас проверить. Подойдем к нему. Мне, конечно, обидно тратить 8 тысяч. Ну, перезаграмимся, перезайдем. Немножко повоюем с ребятками. 8 тысяч. 8 тысяч это просто... Нормалек. Ну ты, елки-палки. Я вот, кстати, не знаю, бесконечный, не бесконечный. По-моему, говорят, не бесконечный. Опа. Что у них у Соколиков? Парни не бегут там? Нет, не бегут. Не хотят они бежать. Народ, Сидр документы брать отказывается. Вот какой он жук-то. Не устраивает его документы. Погнали ко второму монолитцу, который я нашел. В конце прошлого выпуска. Вот он у нас. Дружок. С сундучком. Тянется к сундучку. Документы какие? По проекту Псикулак номер 2. Ё-моё, друзья, что же ему старому хрящу надо? Вот не хочет он брать почему-то документы по Псикулаку. Вот просто не хочет. Наверное, еще надо где-то побегать. Посмотреть, найти других монолитцев. Но, тем не менее, мы сейчас находимся на АТП. Да. Файер, файер. Небольшую зачистку такую проводим. Потому что натовцы тут вообще обнаглели. Тихо, тихо. У него снайперка с одного выстрела вынесет. Ага, отлично. Где еще там орут немчура? Что-то я долго в него целился. Угу. Так. Вепрь вообще отличная штука. Валит только так. Где-то вон там. А, ну вон там он находится. Ну не хочет он брать сидр. И эти чуваки опять берут с нас деньги. Ну вот такие вот они, нехорошие. Да, АТП зачистили. Погнали дальше. Друзья, тоннель пустой. Тут единственное, что находится телепорт. В эту долину что-то стоящих молний. Что-то такое, по-моему. Сейчас, к сожалению, это не отметилось. Это когда я перезайду в игру. Отметится. Ну а мы погнали дальше. К тепловозу, пожалуйста, ходим. Так, что тут у нас имеется? Труп какой-то. Нычка. Нычка с хабаром. Она же нычка монолитовца. Да тихо ты. И тут документы какие? Проект Псиклак номер 6. И еще какой-то... Еще труп находится. Кто это такой-то? Заяц бедный. Как же ты попал? Так, что тут у нас? Ну там как обычно. Что-то аптечка. Что там еще? Гранат. Даже не полез. Зачем они? А, телепорт. Можно проверить. Телепорт. Вот нужно проверить. Куда он ведет? Тихо ты. Да что ты будешь делать? Угу. Куда он ведет-то? Никуда он не ведет. Там просто вставка находится какой-то. Ну ладно. Ох, друзья. После этого мода я еще больше буду ненавидеть Сидорыча. Старый козел просто не хочет брать ни один документ по проекту Псиклак. То, что мы нашли. Когда мы вроде зашли на локацию, было сказано, что чувак, тут находятся два документа монолитовца. Отлично. Два нашли. Сидорыч потом сказал, что еще один имеется. Отлично нашли. И старый козел не хочет их брать. Вот какие дела. Ну если такие затыки пойдут и дальше, то это полная беда будет. Придется ждать. Пока мод доделают. Ладно. Ну вроде сказали, что мод проходим на этой версии. Ладно. Отец Валериан, пришли мы наконец-то поговорить про бабоньку. Дверь у него открыта. Раньше она была закрыта. Открывается она только тогда, когда мы сходим к Сидоровичу. Есть разговор? Слушаю. Что за бабы поймали твои хлопцы? Валериан Батикович. Пойдем покажу и перестань меня Валерианом называть. Я задолбал уже. Не смешно. Да уж больно мне твой французский профиль нравится. Не кипитесь. Ну пойдем. На такую красотень можно хоть каждые пять минут ходить любоваться. Не подкалывай меня, чувак. Не хочешь? Я один схожу, посмотрю. За ней глаз да глаз нужен. А то вон мужиков сколько вокруг голодных. Вот и ладушки. И я и вас заберу. Ишь ты какой-то самоуверенный шрам. Заберет он бабоньку. Мужиков голодных. А это сам Валериан Батикович. Хотя, друзья, Валериана мы уже встречали сколько раз с вами. Два это как минимум. Один раз мы встречали его в подземке Агропрома точно помню был. У него КПК вроде брали, да. Артхантер вроде что-то такое. Да, а второй раз это в режим лесу был, в тоннеле. Точно я помню. Вот прям сто пудов. А вот, по-моему, еще где-то третий раз был. Вот, ну не помню. Три раза точно был. Вот такие вот девайры. А вот он третий. Мне нравится эта штука. Солнышко сделаем. Ладно, друзья. Сейчас мы... О, солнышко сделаем. Сейчас будем разбираться, что происходит с бабой. С нашей. Почему она такая неговорливая. Пока что Валериан идет. Напомню, что в первых выпусках было такой вот замут. Мы с каким-то сталкером разговаривали. Вроде до бурохолки даже было дело. Что бабы в зоне пропадают. Кто-то их забирает. Вообще телепортит их просто баб всех. Вот, типа зона ревнует так. Не хочет, чтобы мужики доставались другим бабам. Поэтому она им так и... Не мстит, а карает, как бы, что ли сказать-то. Валериан, ну что? Как там бабонька готова? Ишь ты какая в наморнике. Валериан. Куда это она пошла? Подруга. Друзья, да. Тут такой момент, что Валериан может тупить у кого-то. Кто проходит мод. Я надеюсь, это исправит будущее. Но, тем не менее, этот квест проходим. Валериан. Сейчас, подождите. Подожди. Ну давай, мужик, говори. Сейчас, подожди. Подожди. Ха-ха. Че, друг, чувак, как тебе помощь нужна? Да охреново. Вот, держи аптечку. Поправляйся. Сейчас должен заговорить. Тихо ты, вот. Ну иди поговори с ней. Может, она тебе что скажет. Есть какие наводки на хабары? Да, конечно. Друзья, берем все наводки. После того, как мы поговорили. С ремонтником на Юпитере. Я теперь все наводки, все хабары скопаю. Ну, а мы сохранимся. И аккуратно подойдем к нашей бабоньке. Тут потому, что прям телепорт имеется. Вот, прям вот на середине кровати, наверное. Ольга, ученый. К ноге прикоснемся. Ольга, эээ. Водка есть. Ну, водка пить. Ты вижу в теме. Давай будем ее есть. Ее есть и водкой забивать. Еще. Ладно. Окей. Норма. Здорово. Как жизнь, гримышная? Сам-то гримышный. Тоже мне. Еще один психолог выискался. О, да речи вновь открылся. А мужики мне тут жалились. Что они мою девку нашли. Да о чем с ними разговаривать? У них все разговоры на второй фразе на койку поворачивают. Но мужиков понять тут можно. Тут некоторые перцы живой бабы по два года не видели. Не боись. Они тут сами условия озвучили. Что мол с кем ты заговоришь, с кем тебя и отпустят. И по моему скромному разумению, я это вон. Да, я это вон и есть. Ладно, ладно. Ты вот что. Давай я тебе броньку или ствол какой подлатаю. А ты мне скинешь инфу по переходу. Ну ничего себе ты крутая какая. Ну не скромная бабонька-то. Ты мне скинешь инфу по переходам в зоне сталкеров, которые у тебя есть. Если есть, конечно. А? Согласен. Друзья, я считаю это вообще неправильно. Вообще. Знаете почему? Потому что... Смотрите, помните, когда мы были в мертвом городе. Мы там встретили гавайца. И гавайца нам за 30 косарей продал. Буквально 3 или 4 перехода. А тут бабонька. Ну давай, ты мне все скинешь. То, что ты там находил. Неправильно. Ну что поделать. Ладно. Действительно, что мне теперь... Действительно, что мне теперь ходят. Засолить их что ли? Солью. Так и быть. Надо будет потом посмотреть. Куда это она намылилась. Подумал шрам. Отлично. Давай. Чего там тебе починить-то на автосканер. Ни в коем случае не терять девушку из вида. Пока она не выйдет из барака, не испускай с нее глаз. Друзья, тут очень интересный момент такой. Сучка. Она еще и за деньги нам чинит. И мы... Я понимаю, баба, но... Она нам еще и за деньги все чинит. Вы представляете, мы ей скинули все переходы. Она еще нам за деньги чинит. Ишь ты какая. Надо подходить. Мы не будем. Ты эту дверь какую-то мне открой. Ты в чем, валерьян? Ты что делаешь-то? Чудеса. Подождите. Уйди, мужик. Тут выйти можно. Валерьян блочит нас. По-моему, где-то еще тут можно было. Ах ты, е-мое. Да это вообще не смешно, чувак. Уйди, уйди. Вот, друзья, все нормально. Вот. Не надо его просто агрить, и он и сам уйдет. Гром прогремел, и бабонька наша исчезла. Что ж, такие вот дик... Ничего себе, там уже и бегут валить наших новичков. Погнали к ним. А, кстати, кстати. Валерьян, что там? Как дела? Ну, иди поговори с ней. Может, она тебе что расскажет. Наркоман. Ну, что ж, друзья, зачистили мы блокпост военных. Это довольно-таки ее меня радует. Что, подождите. На кого не агриться-то, е-мое? Мы же зачистили всех. На кого ты агришься, елки? Какими судьбами? Какими судьбами? Подходи, пообщай. Тут никого нету. Я всех зачистил, чуваки. Зуб даю. Никого нету. Может, собака какая-то. На кого не агриться? Непонятно. Может, кто провалился в текстуру? Ну, да ладно. У нас тут остался волк. С которым нужно поговорить. Волк. А, стой, наема. Стою. Говори, куда девку с кордона прошла слабо волк. Что-то ее больше не видно в зоне. Ну, во-первых, не я и волк. Она меня увлекла. На поиски ботяни своего. А что? Запала в душу новая макрель? Друзья, что? Я ничего не понял. Какая девка? Это, друзья, было не со мной. Я не был в том моде, в той истории. Запала не запала, протянул волк. А только, между прочим, это я ее сигнал от перехода в темную долину принял. А ты девку вел и с концами. Ишь ты какой. Не с концами, а к ботяне повел. Друзья, я сейчас по ходу ориентируюсь. Да ладно, не палься. Вот тебе концы. Последний раз я их с папашей видел в рыжем лесу. Только кто папаня ее? Не скажу. Обещал молчать. Молчи, молчи, раз обещал. Тут дело другое. Мутка такая у сталкеров ходит. Что стали пропадать из зоны женщины на раз? Их и так немного тут было раз-два и обчелось. Одиночки в кланах не приживались. Сам понимаешь почему. Среди мужиков терки. Из-за них начиналась дисциплина в ауте. Ну и понятно, в общем. Так вот, те сталкеры, кто женщин-одиночек знал, стали везде переспрашивать. Не видел ли кто их знакомых? Да, ответ один. Слыхом не слыхали. Видом не видели. Все бабы, друзья, пропадают. Зарка пропала. Куда-то вначале. Ольга пропала. Прямо на глазах пропала. Вообще, это просто беда какая-то. В общем, пропадает, тетки. Да. О, помолчал секунду. Я тебя не видел несколько дней. Ты хоть одну женщину с тех пор видел, кроме Анюты? Твоя мать, ты чё, огородишь? Какой несколько дней? Мы уж тут проходим 20-й выпуск. А ты какую-то мне донюту. Да. Какой 20 дней? Ты чё, мужик? Не мог я за 20 дней столько дел сделать. Ха. Ты меня сейчас, волчара, ещё больше залюбишь. Тёток я перевидал немеренно. По твуточним меркам. Возрождённый весело щерится. Но, впрочем, в этой зоне... Я пока встретил одну. Но она как-то быстро исчезла. Стой. А ведь ты прав. Она куда-то сгинула прямо у меня на глазах. Даже без всяких телепортов. Я потом по тому месту прошёлся, где она стояла. Да. А ты можешь так, волк, подкидывать мне новые кроссвордики? Шрам сам первый после слов волка осознал, что, собственно, произошло после того, как зона зашвырнула их зарко сюда. Это, наверное, раньше что-то было. Эй. Эй, наёма, хватит мечтать. Прервал в его думке голос волка. Значит, в рыжь лес красавица подалась. Шрам хотел возразить, что, мол, Манюта-то совсем не красавица. Довольно спорный вопрос, что она красавица. Снова взглянув на замыленные глаза волка, не стал возражать. Её лишь кивнув, добавил. Кивнув, добавил. Так ты, насколько я понял тему, решил-таки кинуть тут новичков и дёрнуть вглубь зоны? Не удержался от подколки шрам. Схожу и вернусь, побурчалая. Поддетый волк. Тады... Тады ой. Ну тогда окей, да. Давай так. Если пересечёмся где-то, то будем меняться инфой по этой теме. Уж более интересно, необычно всё это. Чё ты там сказал мне? Что ты мне сказал и быстро ушёл. Какой ты наглый. Ясен пень ощерился, в свою очередь, волк. Да о чём ещё мужикам в зоне ТТП тереть прикажешь, как не о бабах подкальнуло шрам. Ишь ты, какой подколыш. Друзья, сейчас момент. Тут просто беда. Вот видите, они уже тут заполонили всё. И приходится постоянно чистить блокпост военных на кордоне. Потому что они сейчас... Оп. И сразу у них цель. Но нам нужно проводить волка. А волка провожать его придётся аж прямо вот досюда, вот досюда. Стоянка между холмами. Ничего себе. Надо сходить, кстати, на эту стояночку. Кстати, почему... А, ёма, нет. Это не тут переход, это на это, на свалки. Я уж подумал. Всё равно нужно будет сходить. Другая петля. Надеюсь, нас проводник проводит. Тихо ты, ём, мужик. Я думал, ты уже там поддался. А ты что, курить сел? Народ, как я люблю такие моменты, когда эти чуваки просто тупят, подходят к аномалии. Мы что-то там детектором аномалии, артефактов что-то замеряют, пытаются что-то посмотреть. Чувак, нельзя ли просто обойти, чтобы всё было у нас круто с тобой? Ладно, друзья, продолжаем идти дальше. Мы уже где-то, где-то уже... Да вот видите, вот они любят каждой аномалии так подойти. В этот раз обошлось, чувак, всё. Любят подойти каждой аномалии. Вот, очень неудобно. Они постоянно вот тут военные спавнятся, буквально зачистят. Они сразу появляются такие гадины. Вот, поэтому приходится. Я уже один раз бегал, зачищал, потому что ребят могут просто вынести. А волк у нас тут, видите, решил наукой заняться. Ну что ж, подождём. Народ, вроде всё, почти дошли. Ё-моё, куда-то уже идти. По-моему, уже всё, волк должен исчезнуть. Да, отлично, он исчез. Посмотрим, есть ли тут телепорт какой-нибудь. Телепорта, к сожалению, нет. Ну что ж, народ, я, пожалуй, пойду уже с кордона куда подальше. Потому что мне реально что-то как-то... Ну, не по... Ну, видите, вот мне не понравилось тем, что постоянно... Постоянные атаки на деревню научков. Это вообще не круто. Ты их буквально зачищаешь, они через 10 секунд уже по-новому отспавнились. Нет, это бред. Полный, я... Ну, не круто. По 10 раз их бегать, а стрелять, сами понимаете. Вот, поэтому всё-таки уходим из кордона. Мечки тут никакой нету. Вот, нету. Всё, чисто, всё пусто. Надеюсь, все шмотки будут при мне. Удачи! Чего? Сообщение от Сидоровича? Ну, типа, удачи? Народ, я подумал, Сидорович там уже по умне у нас. И захочет забрать документы. Но нет, нет, чудо не случилось. И он не взял никакие документы. Поэтому я всё-таки решил пойти дальше. Я перешёл на Агропром. Посмотреть, что тут творится. Тут появились у нас наёмники. Перешли немного. Решил я выполнить квест. Побочный немного отойти от сюжетки. Так, что-то у нас тут находится. Угу. Раздобыть и принести заказчику. Девайс наёмника. Раздобыть и принести. Ну, окей, чё. Слухай, сюды. Сгинул наш брат в этих добанных подземельях. А снимай инфа, которую он кровушкой своей добывал. Так вот. Ты нам его смартфон. Мы тебе. Баррет. Баррет. Берёшься? Ну, конечно, берусь. Отлично, друзья. Раздобыть и принести заказчику. Девайс наёмника. Погнали. Теперь в подземку Агропрома. Ну, где-то он. Не знаю, где сейчас будет смотреть. Где-то в подземке. Погнали. Народ, перешёл я в подземелье Агропрома. Я уже понимаю, что какая-то беда происходит. Уйди отсюда. Уйди. Вообще, кто-то такие полтергейсты тут просто летают на каждом уровне. Тихо-то ещё этот зомбирный ходит. Меня прям жгут. Поджигают меня. Ё-моё, перезаряжайся давай. Чувак, вепрь же крутая пушка. Никогда в нём не сомневался. Так. Сейчас, друзья. Сейчас всех завалим. Там, по-моему, четыре полтергейста. Ага. Один готов. Где ещё? Хорёк летающий. Так. Почему хорёк? Ага, отлично. Ещё один. Ещё двое зомбиров. Тихо ты. Ходят по воздуху. Новый вид передвижения. А, вон ещё один. Я уж подумал. Счастье нам. Нет. Чувак решил затесаться где-то наверху. На верхнем уровне. Теперь всё. Нужно найти девайс наёмника. В какой мы стороне находимся? А, друзья, отлично. Мы находимся на той стороне, на которой нужно, по-моему. Просто в начале игры, когда мы начинали играть только, кто смотрит выпуски, поймёт, мы всё время были на той стороне. Потом, в одном из выпусков, когда мы... На чем пошли-то? В подземку. А, именно за ве, прям за вот этим, который у меня в руках. Мы открыли там переход. Всё, теперь мы можем свободно заходить в подземку. И всё у нас круто. Девайс наёмника. Её мы где вы искать-то? Ну, я не привожу. Чувак, у тебя нет девайса наёмника? Так. Нет. Нет. Это не то. Не то. Он торгуется просто. Который встречается нам, в принципе, везде. Это не нужно нам. Девайс наёмника. Почему-то... А, вот. А, в этом фазовом смещении подземелья Агропрома затоплены в предыдущих событиях. В соседней части подземелья обнаружено тело Артхантера, имеющее все признаки точки бифуркации. Обследование тела Артхантера Луки. Обследование тела Артхантера Луки выполнено. Отлично. Что это? Девайс наёмника? Девайс наёмника. По моему скромному разумению, зря мы тут стережём группу стрелка. Похоже, это дохлый номер. Я тоже так считаю, ребят. Потому что я их встречал. Их просто зомбаки вынесли у всех. Наш отряд истекает кровью. Мутанты жмут. Не к добру это всё. А заказчик с каждым лишним днём добрее не становится. В затопленную часть подземки хода нет. Мы открыли туда ход. А мне кажется, что это вообще какая-то другая подземка. Чёрт его знает, что теперь затворится. Какие мы такие звуки-то? Нашёл в углу тайника группы стрелка старый приклад. А на нём цифры. 1, 2, 8, 7, 9, 7, 5. И слово выжигатель. Друзья, это пароль от выжигателя. Чтобы попасть в тайник стрелка на выжигатель. Не настоящая, настоящая тайник группы стрелка на выжигателя. Мы там уже были. Всё это мы изведывали. Из того тайника можно пробраться как раз в лабораторию под радаром. И я думаю, в будущем как раз мы так и пойдём. Чтобы сдавать документы по проекту ПСИКУВАК. Шести. По сути-то ёмы, мы уже добыли все. А нет, чё я говорю, мы добыли. Мы не добыли, нам ещё нужна, по-моему, пятая. Пятая, да, точно. Шестая есть. Четвёртая есть, такая длинная. А пятая нет. Ну что ж, пойдём отдадим товарищу, девайс-наёмника. Ну, мужик, что ты нам дашь за наши старания, ё-моё. Нашли всё-таки мы тебе девайс. Какой-то Барретт там. Чувак, вот я верну то, что ты просил тебе вернуть. Спасибо большое, Барретт М82А1. Отлично, что за Барретт? Ё-моё. Друзья, это крутая пушка. Это очень крутая пушка. Я серьёзно говорю, это крутая пушка. Но единственный, самый её большой минус, это, конечно, то, что она весит 13 килограмм. Если взять уже галсовку. Не знаю, как прикольно вот так приближает. Ну, конечно, нереалистично. Но всё равно, друзья, я не буду таскать 13 килограмм. Конечно, можно взять экзоскелеты одеть, но... Я жду кое-чего, я жду, когда они будут правильными. Может, они уже правильные. Не знаю, в прошлый раз, в каких-то прошлых выпусках, я даже сравнивал, по-моему, два экзоскелета. Может, это просто был свободовский хреновый. Ну да ладно. Всё, продали. Чё мне купить-то? Ну да, чувак, проблема. Ну, наверное, там на жизнь жалуется, а мы тут ему просто поддаём какие-то артефакты. Денежку. Ладно, друзья, мне кажется, уже на этом пора заканчивать наш сегодняшний выпуск. Я думаю, всё-таки довольно-таки продуктивно вышел. Мы полностью, считай, прошли. Но не полностью, кордон. Всё-таки, ну, конечно, затык вот этот с Сидоровичем. Непонятно вообще, почему он не взял документы. Вроде всё нашли. Инфоскан рассказал, что нужно два найти по документу... Ой, по проекту Псикулак двух монолитовцев. И Сидор сказал, что одного нужно найти. Мы нашли три. Логично, что он один заберёт. Или хотя посмотрит, как это было в оригинале. Там какие-то мы документы приносили тоже из лаборатории. Мы им приносили. Он посмотрел, потом пошёл... Отдал нам документы и пошёл гулять дальше. Стрелок наш. Вот. Тут, по крайней мере, могли бы хотя бы так же сделать. И чтобы всё было отлично. Но нет. К сожалению, этого нет. Помогли Ольге. Хотя её тоже зону забрала. Куда-то, наверное, в подзоне. Тебе, чувак, помощь не нужна. Вот, держи. Отлично. Чем могу помочь, сталкер? Чем могу помочь? Тебе помощь не нужна. На, держи, чувак, полечись. Спаси большой сталкер. Я тебя не забуду. Задание. Сканер аномалии, друзья. Ну, в принципе, можно взять. Наёмник, ты какого чёрта здесь делаешь? Время дорого. Давай сюда, пока мутанты не набежали. Ну, ты даёшь, наёмник. Тут, знаешь, вообще-то опасно. Монстры в последнее время совсем озверели. Держись, ребята. Целеем. Понятно. Развелось вас. Ага. Всё, друзья. Просто неохота, чтобы он убивал нашего вот этого лидера. Мужик, что у тебя есть-то? Сержант, кто ты? Долго. Всем быть на готове! Не валин. Бой окончен. Конечно, бой окончен. Вставай, давай. Вроде говорит, что поправили логику вот этим досам, которые находятся на дикой территории. Но, по-моему, нет. Не поправили совсем ни хрена. Ну вот, есть какие наводки на хабар? Хабар. Да. Друзья, всё скупаем. Есть, есть. Всё скупаем. Есть какие наводки на хабар? Всё скупаем. Мне кажется, мы сейчас все тайники просто скупили. Которые находятся именно на кордоне. Да и что ты, ёмать. Чё-то прям бесконечные какие-то кейс подземки. Ну, я считаю, чувак-то знатный попался. Давайте посмотрим на карту. Так, тут у нас один. Это кто? Монолитовцы? Совсем охренели. Ходят, все хвалят. Ого, смотрите, у нас янтарь просто весь светится. В тайниках у нас ещё светится. По-моему, рыжий лес весь в тайниках. Да, это мы купили у лесника. Дальше, не знаю. Посмотрим, куда нас тропка заведёт. Может в Лиманск попадаться. Может в Мёртвый Год какой-нибудь. Вообще, надо исследовать вот эти. Обязательно я схожу на Юпитер. Там имеется торговец, с которым нужно поговорить. И, друзья, всё будет круто. Я надеюсь, таких затыков, как Сидорыча, больше не будет. Как со Стариковым в прошлый раз. Чего расскажешь, хорошего? И всё у нас будет круто, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пойду уже с кордона куда подальше. Потому что мне реально что-то как-то... Ну, не по... Ну, видите, вот мне не понравилось тем, что постоянно... Постоянные атаки на деревню научков. Это вообще не круто. Ты их буквально зачищаешь, они через 10 секунд уже по-новому отспавнились. Нет, это бред. Полный. Ну, не круто. По 10 раз их бегать, а стрелять сами, понимаете. Вот поэтому всё-таки уходим из кордона. Мечки тут никакой нету. Вот нету. Всё, чисто, всё пусто. Надеюсь, все шмотки будут при мне. Удачи! Чего? Сообщение от Сидоровича? Ну, типа, удачи. Народ, я подумал, Сидорович там уже по уме у нас. И захочет забрать документы. Но нет, нет. Чудо не случилось. И он не взял никакие документы. Поэтому я всё-таки решил пойти дальше. Я перешёл на Агропром. Посмотреть, что тут творится. Тут появились у нас наёмники. Перешли немного. Решил я выполнить квест. Побочные немного. Такие сюжетки. Так, что-то у нас тут находится. Угу. Раздобыть и принести заказчику. Девайс наёмника. Раздобыть и принести. Ну, окей, чё? Слухай, сюды. Сгинул наш брат в этих долбанных подземельях. Снимай инфа, которую он кровушкой своей добывал. Так вот. Ты нам его смартфон. Мы тебе. Баррет. Баррет. Берёшься? Ну, конечно, берусь. Отлично, друзья. Раздобыть и принести заказчику. Девайс наёмника. Погнали. Теперь подземку Агропрома. Ну, где-то он. Не знаю, где сейчас будет смотреть где-то. Где-то в подземке. Погнали. Народ, перешёл я в подземелье Агропрома. Я уже понимаю, что какая-то беда происходит. Уйди отсюда, уйди. Вообще, кто-то такие? Полтергейст тут. Просто летает на каждом уровне. Тихо-то ещё этот зомбирный ходит. Меня прям жгут. Поджигает меня. Ё-моё, перезаряжайся давай. Чувак, випры же крутая пушка. Никогда в нём не сомневался. Так, сейчас, друзья, сейчас всех завалим. Топаем четыре полтергейста. Ага, один готов. Где ещё? Хорёк летающий. Так. Почему хорёк? Ага, отлично. Ещё один. Ещё двое зомбира. Тихо ты. Ходят по воздуху. Новый вид передвижения. А, вон ещё один. Я уж подумал. Счастье нам. Нет, чувак решил затесаться где-то наверху. На верхнем уровне. Теперь всё. Нужно найти девайс наёмника. На какой мы стороне находимся? А, друзья, отлично. Мы находимся на той стороне, на которой нужно, по-моему. Просто в начале игры, когда мы начинали играть только, кто смотрит выпуски, поймёт. Мы всё время были на той стороне. Потом, в одном из выпусков, когда мы... На чем пошли-то в подземку? А, именно за ве, прямо за вот этим, который у меня в руках. Мы открыли там переход. Всё, теперь мы можем свободно заходить в подземку. И всё, у нас круто. Девайс наёмника, ё-моё, где вы искать-то? Ну, ма не привожу. Чувак, у тебя нет девайса наёмника? Так. Нет. Нет. Это не то. Не то. Он торгуется просто. Который встречается нам, в принципе, везде. Это не нужно нам. Девайс наёмника. Почему-то... А, вот. А, в этом фазовом смещении подземелья Агропрома затоплены предыдущих событий. В соседней части подземелья обнаружено тело Артхантера, имеющее все признаки точки бифуркации. Обследование тела Артхантера Луки. Обследование тела Артхантера Луки выполнено. Отлично. Что это? Девайс наёмника? Девайс наёмника. По моему скромному разумению, зря мы тут стережём группу стрелка. Похоже, это дохуй номер. Я тоже так считаю, ребят. Потому что я их встречал, их просто зомбаки вынесли у всех. Наш отряд истекает кровью. Мутанты жмут. Не к добру это всё. А заказчик с каждым лишним днём. Добрее не становится. В затопленную часть подземки хода нет. Мы открыли туда ход. А мне кажется, что это вообще какая-то другая подземка. Чёрт его знает, что теперь затворится. Какие мы такие звуки-то? Нашёл в углу тайника группы стрелка старый приклад. А на нём цифры. 1, 2, 8, 7, 9, 7, 5. И слово выжигатель. Друзья, это пароль от выжигателя. Чтобы попасть в тайник стрелка на выжигатель. На настоящий тайник группы стрелка на выжигатель. Мы там уже были. Всё это мы изведывали. Из того тайника можно пробраться как раз в лабораторию под радаром. И я думаю, в будущем как раз мы так и пойдём. Чтобы сдавать документы по проекту ПСИКУВАК 6. По сути-то ёмы, мы уже добыли все. А нет, чё я говорю, мы добыли. Мы не добыли, нам ещё нужна, по-моему, пятая. Пятая, да, точно. Шестая есть. Четвёртая есть, такая длинная. А пятая нет. Ну что ж, пойдём отдадим товарищу девайс-наёмника. Минимум. Один раз мы встречали его в подземке Агропрома, точно помню, был. У него КПК вроде брали, да. Артхантер вроде чё-то такое. Да. А второй раз это в режим лесу был, в тоннеле. Точно помню. Вот прям сто пудов. А вот, по-моему, ещё где-то третий раз был. Вот, ну не помню. Три раза точно был. Вот такие вот девайсы. А вот он третий. Мне нравится эта штука. Солнышко сделаем. Ладно, друзья. Сейчас мы... О, солнышко сделаем. Сейчас будем разбираться, что происходит с бабой. С нашей. Почему она такая неговорливая. Пока что валериян идёт. Напомню, что в первых выпусках было такой вот замут. Мы с каким-то сталкером разговаривали. Вроде до бурохолки даже было дело. Что бабы в зоне пропадают. Кто-то их забирает. Вообще телепортит их просто баб всех. Вот. Типа зона ревнует так. Не хочет, чтобы мужики доставались с другим бабам. Поэтому она им так и... Не мстит, а карает, как бы, что ли сказать-то. Валериян, ну что? Как там бабонька готова? Ишь ты какая в наморднике. Валериян? Куда это она пошла? Подруга. Друзья, да. Тут такой момент, что валериян может тупить у кого-то. Кто проходит мод? Я надеюсь, это исправит будущее. Но, тем не менее, этот крест проходим. Валериян. Сейчас, подождите. Подожди. Ну давай, мужик, говори. Сейчас, подожди. Подожди. Ха-ха. Че, чувак, как тебе помощь нужна? Да, хреново. Вот, держи аптечку. Поправляйся. Сейчас должен заговорить. Тихо ты, вот. Ну иди, поговори с ней. Может, она тебе что скажет? Есть какие наводки на хабары? Да, конечно. Друзья, берем все наводки. После того, как мы поговорили с ремонтником на Юпитере, я теперь все наводки, все хабары скупаю. Ну а мы сохранимся. И аккуратно подойдем к нашей бабоньке. Тут потому, что прям телепорт имеется. Вот, прям вот на середине кровати, наверное. Ольга, ученый. Ну вот, к ноге прикоснемся. Ольга. Ээээ, водка есть. Ну, водка пить. Ты, вижу, в теме. Давай будем ее есть. Ее есть и водкой забивать. Еще. Ладно. Окей, есть норма. Здорово, как жизнь в Гремышне? Сам ты Гремышный, тоже мне. Еще один психолог выскался. О, да речи вновь открылся. А мужики мне тут жалились, что они мою девку нашли. Да о чем с ними разговаривать? У них все разговоры на второй фразе на койку поворачивают. Но мужиков понять тут можно. Тут некоторые перцы живой бабы по два года не видели. Не боись. Они тут сами условия озвучили. Что, мол, с кем ты заговоришь, с тем тебя и отпустят. И по моему скромному разумению, я это он... Да, я это он и есть. Ладно, ладно. Ты вот что. Давай я тебе броньку или ствол какой подлатаю, а ты мне скинешь инфу по переходу. Ну ничего себе, ты крутая какая. Не скромная бабонька-то. Ты мне скинешь инфу по переходу в зоне сталкеров, которые у тебя есть. Если есть, конечно. А? Согласен? Друзья, я считаю, это вообще неправильно. Вообще. Знаете почему? Потому что... Смотрите, помните, когда мы были в мертвом городе, мы там встретили гавайца. И гавайца нам за 30 косарей продал буквально 3 или 4 перехода. А тут бабонька... Ну давай, ты мне все скинишь, что ты там находил. Неправильно. Ну что поделать. Ладно. Действительно, что мне теперь... Действительно, что мне теперь охотно? Засолить их что ли? Солью, так и быть. Надо будет потом посмотреть, куда это она намылилась, подумал шрам. Отлично. Давай. Чего там тебе починить-то на автосканер? Ни в коем случае не терять девушку из вида. Пока она не выйдет из барака, не испускай с нее глаз. Вон, друзья, тут очень интересный момент такой. Сучка. Она еще и за деньги нам чинит. И мы... Я понимаю, баба, но она нам еще и за деньги все чинит. Вы представляете, мы ей скинули все переходы. Она еще и за деньги чинит. Ишь ты какая. Народ, подходить мы не будем. Мы... Ты эту дверку-то не открой. Ты что, валерьян? Ты что делаешь-то? Чудеса. Подождите. Уйди, мужик. Тут выйти можно. Валерьян двочит нас. По-моему, где-то еще тут можно было. Ах ты, е-мое. Да это вообще не смешно, чувак. Уйди, уйди. Вот, друзья, все нормально. Вот. Не надо его просто агрить, и он и сам уйдет. Ага. Гром прогремел, и бабонька наша исчезла. Что ж, такие вот дик... Ничего себе, там уже и бегут валить наших новичков. Погнали к ним. А, кстати, кстати. Валерьян, что там, как дела? Ну, иди поговори с ней. Может, она тебе что расскажет. Архомат. Ну что ж, друзья, зачистили мы блокпост военных. Это довольно-таки ее меня радует. Что я подожди... Стой, подождите. На кого не агриться-то, е-мое? Мы же зачистили всех. На кого ты агришься, елки? Какими судьбами? Какими судьбами? Подходи, пообщай. Тут никого нету. Я всех зачистил, чуваки. Зуб даю. Никого нету. Может, собака какая-то. На кого не агриться? Непонятно. Может, кто провалился в текстуру? Ну да ладно. У нас тут остался волк. С которым нужно поговорить. Волк. Стой, наема. Стою. Говори, куда девку с кордона прошла, слабо волк. Что-то ее больше не видно в зоне. Ну, во-первых, не я и волк. Она меня увлокла. На поиски ботяни своего. А что? Запала в душу новая макрель? Друзья, что? Я ничего не понял. Какая девка? Это, друзья, было не со мной. Я не был в том моде и в той истории. Запала не запала, протянул волк. А только, между прочим, это я ее сигнал от перехода в темную долину принял. А ты девку увел и с концами. Ишь ты какой. Не с концами, а к ботяне повел, друзья. Я сейчас по ходу ориентируюсь. Да ладно, не пайся. Вот тебе концы. Последний раз я их с папашей видел в рыжем лесу. Только кто папаня ее? Не скажу. Обещал молчать. Молчи, молчи, раз обещал. Тут дело другое. Мутка такая у сталкеров ходит, что стали пропадать из зоны женщины на раз. Их и так немного тут было. Раз-два и обчелся. Одиночки в кланах не приживались. Сам понимаешь, почему. Среди мужиков терки. Из-за них начиналась дисциплина в ауди. Ну и понятно, в общем. Так вот, те сталкеры, кто женщин-одиночек знал, стали везде переспрашивать. Не видел ли кто их знакомых? Да, ответ один. Слыхом не слыхали. Видом не видели. Все бабы, друзья, пропадают. Зарка пропала. Куда-то вначале. Ольга пропала. Прям на глазах пропала. Вообще, это просто беда какая-то. В общем, пропадает, тетки. Да. Пол помолчал секунду. Я тебя не видел несколько дней. Ты хоть одну женщину с тех пор видел, кроме Анюты? Твоя мать, ты чё, огородишь? Какой несколько дней? Мы уже тут проходим 20 выпуск. А ты какую-то мне тут Анюту. Да. Какой 20 дней? Ты чё, мужик? Не мог я за 20 дней столько дел сделать. Ха. Ты меня сейчас, волчара, ещё больше залюбишь. Теток я перевидал немеренно. По тутошним меркам. Возрождённый весело щерится. Но, впрочем, в этой зоне я пока встретил одну. Но она как-то быстро исчезла. Стой. А ведь ты прав. Она куда-то сгинула прямо у меня на глазах. Даже без всяких телепортов. Я потом по тому месту прошёлся, где она стояла. Да. А ты мастер, Клоу, подкидывать мне новые кроссвордики. Шрам сам первый после сгол в волку осознал, что, собственно, произошло после того, как зона зашвырнула их зарко сюда. Это, наверное, раньше что-то было. Эй, эй, наёма, хватит мечтать. Прервал в его думке голос волка. Значит, в рыжь лес красавица подалась. Шрам хотел возразить, что, мол, Манюта-то совсем не красавица. Довольно спорный вопрос, что она красавица. Но, взглянув на замыленные глаза волка, не стал возражать. Ей шкивнул, добавил. Кивнул, добавил. Так ты, насколько я понял тему, решил-таки кинуть тут новичков и дёрнуть в губь зоны? Не удержался от подколки Шрам. Схожу и вернусь, побручавая. Поддетый волк. Тады... Тады-ой. Ну, тогда окей, да. Давай так. Если пересечёмся где-то, то будем менять инфой по этой теме. Уж более интересно, необычно всё это. Чё ты там сказал мне? Что ты мне сказал и быстро ушёл. Какой ты наглый. Ясен пень ощерился, в свою очередь, волк. Да о чём ещё мужикам в зоне тереть прикажешь, как не о бабах подкальнуло Шрам. Ишь ты, какой подколыш. Друзья, сейчас момент. Тут просто беда. Вот видите, они уже тут заполонили всё. И приходится постоянно чистить блокпост военных на кордоне. Потому что они сейчас... Оп. И сразу у них цель. Но нам нужно проводить волка. А волка провожать его. Придётся аж прямо вот досюда, вот досюда. Стоянка между холмами. Ничего себе. Надо сходить, будто, кстати, на ту стояночку. Кстати, почему... А, ёма, нет. Это... Не тут... Не тут переход. Это на это... На свалке. Я уж подумал. Всё равно нужно будет сходить. Другая петля. Надеюсь, нас... Проводник проводит. Тихо ты, ёма, мужик. Я думал, ты уже там поддался. А ты что, курить сел? Народ, как я люблю такие моменты, когда эти чуваки просто тупят, подходят к аномалии. Мы что-то там детектором аномалии, артефактов что-то замеряют, пытаются что-то посмотреть. Чувак, нельзя ли просто обойти, чтобы всё было у нас круто с тобой? Ладно, друзья, продолжаем идти дальше. Мы уже где-то... Где-то уже... Да вот видите, вот они любят каждой аномалии так подать. В этот раз обошлось, чувак. Любят подать каждой аномалии. Вот. Очень неудобно. Они постоянно вот тут военные спавнятся, буквально зачистят. Они сразу появляются такие гадины. Вот. Поэтому приходится. Я уже один раз бегал, зачищал, потому что ребят могут просто вынести. А волк у нас тут, видите, решил наукой заняться. Ну что ж, подождём. Народ, вроде всё, почти дошли. Ё-моё, куда-то уже идти. По-моему, уже всё. Волк должен исчезнуть. Да, отлично, он исчез. Посмотрим, есть ли тут телепорт какой-нибудь. Телепорта, к сожалению, нет. Ну что ж, народ, я, пожалуй, уже. Это отлично. Нам нужно найти сколько. Сколько найдём? Сидорович нам сказал найти. Плюс ещё. По проекту Псикулак нам нужно найти. Ну вы поняли, что мы не пройдём. Погнали уже тогда монолитоваться. Посмотрим, какие у него тут документы. Ага. В непроявленной зоне обнаружены два инфополия из пропавшего отряда монолита. Вот так вот, друзья, всё работает. Отлично. Что тут? Какие документы проекта Псикулак номер один. Друзья, номер один. Отлично. Интересно, Сидорович их просил, не их, я не знаю. Это нужно будет сейчас проверить. Подойдём к нему. Мне, конечно, обидно тратить. 8 тысяч, но перезагранимся, перезайдём. Немножко повоюем с ребятками. 8 тысяч. Ё-моё, 8 тысяч это просто это как-то. Угу. Угу. Нормалёк. Ну ты, ёлки-палки. Ага. Я вот, не знаю, бесконечный, не бесконечный. По-моему, говорят, не бесконечный. Опа. Что у них у соколиков? Парни, не бегут там? Нет, не бегут. не хотят они бежать. Народ, сидр, документы брать отказывается. Вот какой он, жук-то, не устраивает его документы. Погнали ко второму монолитцу, который я нашёл в конце прошлого выпуска. Вот у нас, дружок, с сундучком, тянется к сундучку. Документы какие? По проекту Пси-кулак номер 2. Ё-моё, друзья, что же ему старому хрючу надо? Вот не хочет он брать почему-то документы по Пси-кулаку. Вот просто не хочет. Наверное, ещё надо где-то побегать, посмотреть, найти других монолитцев. Но, тем не менее, мы сейчас находимся на АТП, да. Файер, файер. Небольшую зачистку такую проводим, потому что натовцы тут вообще обнаглели. Тихо, тихо, у него снайпер как-то с одного выстрела унесет. Ага, отлично. Где ещё там орут немчура? Я долго в него целился. Угу. Так, вепрь вообще отличная штука, валит только так. Где-то вон там. А, ну он там он находится. Ну, не хочет он брать сидр. И эти чуваки опять берут с нас деньги. Ну, вот такие вот они хорошие. Да, АТП зачистили, погнали дальше. Друзья, тоннель пустой. Тут единственное, что находится телепорт в эту долину что-то стоящих молний, что-то такое, по-моему. Сейчас, к сожалению, это не отметилось. Это когда я перезайду в игру, отметится. Ну, мы погнали дальше. К тепловозу, пожалуйста, ходим. Так, что тут у нас имеется? Труп какой-то, нычка, нычка с хабаром, она же нычка монолитовца, да тихо ты. И тут документы какие? Проект Псиклак номер 6. И еще какой-то, еще труп находится. Кто это такой-то? Заяц бедный, как же ты попал? Так, что там с вами? Ну, там, как обычно, что-то, аптечка. Что там еще? Гранат даже не полезно. Зачем они? А, телепорт можно проверить. Телепорт вот нужно проверить, куда он ведет. Тихо ты. Да что ты будешь делать? Угу. Куда он ведет-то? Никуда он не ведет. Там просто сталкер находится какой-то. Ну, ладно. Ох, друзья, после этого мода я еще больше буду ненавидеть Сидорыча. Старый козел просто не хочет брать ни один документ по проекту Псиклак, то, что мы нашли. Когда мы вроде зашли на локацию, было сказано, что чувак, тут находятся два документа монолитовца. Отлично, два нашли. Сидорыч потом сказал, что еще один имеется. Отлично, нашли. И старый козел не хочет их брать. Вот какие дела. Ну, если такие затыки пойдут и дальше, то это полная беда будет. Придется ждать, пока мод доделают. Ладно, ну, вроде сказали, что мод проходим на этой версии. Ладно, отец Валериан, пришли мы наконец-то поговорить про бабоньку. Дверь у него открыта, а раньше она была закрыта. Открывается он только тогда, когда мы сходим к Сидоровичу. Есть разговор? Слушаю. Что за бабы поймали твои хлопцы? Валериан Батикович. Пойдем, покажу и перестань меня Валерианом называть. Я задолбал уже. Не смешно. Да уж больно мне твой французский профиль нравится. Не кипятись. Ну, пойдем. На такую красотень можно хоть каждые пять минут ходить любоваться. Не подкалывай меня, чувак. Не хочешь? Я один схожу, посмотрю. За ней глаз да глаз нужен. А то вон мужиков сколько вокруг голодных. Вот и ладушки и я ее у вас заберу. Ишь ты какой-то самоуверенный шрам. Заберет он бабоньку. Мужиков голодных. А это сам Валериан Батикович. Хотя, друзья, Валериана мы уже встречали сколько раз с вами. Два это как... Всем привет, друзья. С вами Крамер. Я продолжаю приходить в мод Двойники и Разлом Времени. Это 20 выпуск по моду. И я тут что-то прям какая-то мокруха у нас вот началась на кордоне. Надо защитить деревню ночков. Тихо ты, капитан Прайс, не двигайся. Ты кто такой? Иди сюда. Сейчас всех повалим. И что-то пришли мне тут. Все, зачистили народ, да? Неожиданно. Прям начало для меня такое было. Ишь, прибежали тут. Что, доширак? А, не, плавленый сырок. А, плавленый сырок, друзья. Вот в моде приключения Жекана. О, это очень полезная вещь была. Да, чувак. Нас так просто не возьмешь. Что там еще? Ходят ребятки. Нам нужно следить за сталкерами. Потому что некоторые ребята очень такие любопытные. Ну, как бы, не любопытные. Короче, они идут захватывать блокпост. Нам нужно и помогать. Я думаю, это не особо критично. Помочь, не помочь. Можно и не помочь, можно и помочь. Погнали к Сидоровичу сначала. К волку я пока что не пойду. Попозже к ним сходим. У меня другое задание. Эх, ты, вы че, красный ты, какого хрена? Ну и что тут расселись? Стволом тычет на меня. Да, вы че, охерели? Вы че, мразь, сделаете, э? Эх, 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 Друзья, по крайней мере, их теперь двое стало, да? Отлично. Ну что, козлина такая, давай поговорим с тобой. У тебя че тут такие охран... Ты че, вообще охренел? Ты ема, вы че, ребят? У меня деньги просто сойдет. Хе-хе, ну ладно. Ой, смотрите, как кто к нам приплывел. Не ждал, не ждал живым-то увидеть. Что так? Не ожидал-то. Ммм, да больно крут, да резок по нынешним временам для зоны. Она таких и... Она таких из резких резко делает нарезку. Молодец, сказал. Слышь, Сидор, ты своей философии ммм, доморощенный. Новичков подчуй. Их вон тут опять перевалило. Дева есть какие? А, так ты за старое доброе принесся. Уважаю. Вот так бы сразу. Есть, конечно. Для опытного наемника самое оно. Да и плачу хорошо. Вот так бы сразу, вот так бы сразу заладил, понимаешь, твоими фразами уже ползоны разговаривать. Старый ты, люди, документы кое-какие, серьезные люди. Заметь, не абы кто, а бойцы самой полумифической группировки Монолит. Ну сейчас чем пахнет? Никто, я говорю, еще никто из нашего брата, торговца, их живым не встречал. А тут Сидор аж чуть не мурлыкал от самодовольства. А тут, понимаешь ли, ко мне их представители должны пожаловать. И тут Сидор помрачнел. И вот тут такая хрень, хреновина переключилась шрам. Слушай меня внимательно, сроки все прошли и никто ко мне так и не пришел. А что самое паршивое, здесь на кордоне, прикинь, видели несколько мертвых Монолитусов. Ты понял? Монолит на кордоне, я понял, чувак, мы видели Монолитовца на кордоне. Это ж не в какие, твою мать, колотить ворота, наемник. Так вот что, ты найди мне их тела и обыщи. Ежели что, надежь по этой теме, заплачу по самому высокому тарифу. Гадом буду. Так что? Ну договорились, мужик. Если ты меня не кинешь, козлина, как твои наемники, да уж заждались тебя, чешин. До главного, быстро. Это мне сталкеры говорят. А у этого опять что, как, чувак. Ну ты и да. Ползона разговаривает. Так, народ, момент. Ух ты, елки-палки, нас тут атакуют. Да вы вообще, твари-мрази, что вы обомерли, вопрос. Вот, я не знаю, ну и что это такие? Вот так вот. Будешь знать. Тут себя реально бесит. При входе, при входе они берут у нас четыре косаря и при выходе четыре косаря берут. Ну это ни в какие рамки вот реально уже не лезет. Сидро, это просто, это, это бич, бич, полный бич. Такого я не видел еще ни разу. Ладно, ты обдираешься, и надерешься, но вот так, это уже, мужик, перебор какой-то, по-моему. Где еще тут один? А то нам прилетит задание вновь помочь. Вот, нехрен лезть. Вы-то куда? Деревня новичков. Друзья, ладно, я пока что немного почищу, потому что это беда. Друзья, зачистил я блокпост, вроде так уже все чисто. Единственное, что они вот тут опять отспаунились, но это ладно. Погнали, проверим переход на болото. Если он тут вообще нету, что тут находится? Ага, вон монолитовец один. Продолжение следует...